Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов при законодательном собрании прошло в старинном городе Сергаче. Выездные заседания проводятся в районах области с 2002 года. Так можно обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и выработать общую позицию по внесению изменений в действующее законодательство. Мы обсудили, как развивается Нижегородская область, какие направления являются приоритетными. Заместитель министра сельского хозяйства обозначил ориентиры, задачи, пообсуждали, поспорили, подискутировали, но я думаю, что единое мнение есть. Нам важна не просто, например, в целом программа развития, допустим, или поддержки сельхозпроизводителей. Нам важны именно те мероприятия, которые дадут нашим предприятиям возможность развиваться, возможность роста. Средств всегда не бывает достаточно, но определить приоритеты, определить то, чего не хватает, сосредоточить на этом совместные усилия изгнодательной и представительной власти и исполнительной, вот, наверное, это главная задача, которую решает ассоциация. Перед заседанием ассоциации участники мероприятия посетили два предприятия – Сергачский сахарный завод и Ягодный сад ООО «Рассвет». Здесь используются самые современные технологии и новейшие разработки сельскохозяйственной техники и оборудования. Это особые предприятия. Почему? Потому что буквально пять лет назад была большая проблема здесь, в Сергаче. Сахарный завод готов был остановиться навсегда, и риск был очень большой. И сегодня, конечно, я рад о том, что не только завод сохранили, и завод, конечно, модернизировали, реконструировали. Сегодня туда уже вложено 2,5 миллиарда рублей, и мы видим, как происходит преобразование завода. Сергачский сахарный завод – единственный производитель сахара в Нижегородской области, поэтому за жизнь завода пришлось побороться и помочь финансово. Инвестор, подаривший заводу вторую жизнь, решил развить ягодное садоводство. Здесь выращивается уникальный сорта ягод. Заложен крупнейший в Европе сад жимолости, второй по площади в России – сад спаржи. Производственная мощь сортировочных линий – 25 тонн в сутки. Ягодная – 8 тонн в сутки спаржевая. На полях оборудованы артезианские скважины. Ежегодно сезонные работы и сбор привлекают более 200 работников. Виды поддержки разные. И на закладку новых садов, на поддержку, на раскорчевку, на мелиорацию, на внесение удобрений, на поддержку молодых специалистов, которые сюда приходят работать после окончания средних и высших специализированных учреждений. Однако мы видим, что деньги расходуются государственно не зря. Они дают очень четкий хороший результат. Возвращаются налогами, организации новых рабочих мест. Предприятия ООО «Сергачский сахарный завод» и ООО «Рассвет» являются яркими примерами грамотного инвестирования, плоды которого буквально можно оценить на вкус. Мария Бурова, Василий Лысков. Время новостей.